15 февраля дата знаковая, особенно для тех, кто воевал за речкой, а именно так называют себя солдаты и офицеры, участники боевых действий в Афганистане. К памятнику воинам-интернационалистам в Бресте ежегодно из всех уголков Брестской области приезжают сотни участников Афганской войны, чтобы вместе с товарищами по оружию вспомнить погибших в той далекой и не всем понятной войне встретиться с однополчанами. Рассуждать о том, что война была справедливая, несправедливая, нужная, ненужная, это не в наших правилах. Мы добросовестно, добросовестно, не жалея себя, с честью, выполняли все задачи и выполнили поставленные задачи. Полторы тысячи брещан, солдаты и офицеров прошли через Афганскую войну за 9 лет, 1 месяц и 18 дней. 28 наших земляков погибли, защищая интересы советского государства и выполнив свой воинский долг. В городской организации воинов-афганцев 345 ветеранов. Многие из них уже в солидном возрасте дают знать о себе ранения. Особое внимание матерям и женам, чьи сыновья и мужья погибли в Афганистане. Все они, а это 21 семья, на персональном учете. Нас не забывают через 29 лет, никто нас не забывает, какая у нас есть нужда, что нам нужно, мы обращаемся, они всегда идут нам на встречу. В Брестской области сегодня живет 4,5 тысячи воинов-интернационалистов. Самому молодому из них 48 лет. И каждый из тех, кто прошел через афганский ад, знает, как важно быть и оставаться человеком, способным защитить свою родину. Любой молодой человек, который родился, мужчина, да, мужчина переводится, муж причине, да, то есть военный. То есть любой молодой человек, появившийся на свет, он уже от рождения потенциальный воин. То есть его задача – это защитить своих родных, своих близких, свою родину. Поэтому уметь защитить – это основное дело для мужика.